Здравствуйте, дорогие ребята! На прошлом уроке мы с вами познакомились с написанием имен прилагательных, точнее, с употреблением суффиксов прилагательных. Следующая наша тема связана с приставкой. Я прошу вас обратить внимание на доску. Перед нами слова неряха, нерешительность, неправда, а ложь, ненастье, невежда, непогода, недруг, а враг. Как вы уже успели заметить, это существительные. Какое отношение имеют эти существительные к нашей сегодняшней теме? Если вы заметили, то каждый из этих существительных употребляется сне. В одном случае не является приставкой, как в случае нерешительность. В случае неряха не является частью корня. А вот в словах неправда, а ложь или недруг, а враг не является частицей, так как она пишется отдельно. Это было правило употребления несуществительными, которое вы изучали при рассмотрении темы существительное. Перед нами стихотворение. Есть слова. Они без не в глупость превращаются. Их без не тебе и мне ставить запрещается. При словах отнюдь, ничуть людям легче дышится. Тут уже понятно всем, не отдельно пишется. Пишется отдельно не, если в предложении есть противопоставление. Если слово вместе с не новым заменяется, значит к слову это не присоединяется. Итак, тема нашего урока написание не с именами прилагательными. Подберем синонимы к прилагательным. Синоним сне. Трусливый. Как вы думаете, ребятки, какой синоним можно подобрать с приставкой не? Правильно. Несмелый. Маленький. То есть какой? Небольшой. Трудный. То есть нелегкий. Совершенно верно. Скорый. Немедленный. Обратите внимание, что в синонимичных словах не является приставкой. А как мы знаем, приставка со словами пишется слитно. Но оказывается, не с прилагательными пишется точно так же, как с именами существительными. То есть мы в некоторых случаях не пишем слитно, а в других случаях не пишем раздельно. Рассмотрим таблицу. Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. Слитно пишется прилагательное, которое не употребляется без не. Этот момент вы заметили и при изучении существительного. У нас были слова неряха и ненастье, которые не употреблялись без не. В этом случае не со словом писалось слитно. Если мы образуем от этих существительных прилагательные неряшливый или ненастный, то это прилагательное тоже будет писаться слитно с не. Второй случай. Если прилагательное с не можно заменить синонимом без не, что мы и сделали в предыдущем задании. Например, трусливый, то есть несмелый, больной, то есть нездоровый. Значит, мы заменяем прилагательное с не синонимом без не или близким по значению выражением. А когда же не пишется раздельно? Обратим внимание на правую часть таблицы. Если в предложении есть противопоставление с союзом а. Этот случай мы рассматривали и при написании существительных. Не друг, а враг. Не здоровый, а больной. Не умный, а глупый. И второй случай. Если к прилагательным относятся слова далеко не, вовсе не, ничуть не и нисколько не. В данном случае нисколько не – это местоимение. Ребята, обратите внимание, что не в этом случае входит в состав этих слов. Например, далеко не интересная книга. Вовсе не умный ответ. Раскроем скобки и запишем слова. Небольшая программа. Далеко не спокойный. Не редкий, а частый лес. Ничуть не легкая ноша. Неразлучные друзья. Очень небольшая поляна. Записали? Проверим. Небольшая программа. Слово небольшая пишется слитно. Как вы думаете, почему? А потому что, во-первых, это слово употребляется без не. А во-вторых, мы можем заменить его синонимом. Небольшая, то есть маленькая программа. Далеко не спокойный человек. Далеко не. В предыдущей таблице у нас было сказано, что со словами далеко не, отнюдь не, ничуть не. Прилагательные пишутся раздельно. Не редкий, а частый лес. У нас есть противопоставление с союзом а, поэтому слово нередкий пишется отдельно. Я надеюсь, вы правильно записали эти словосочетания. Ничуть не легкая ноша. Слово ничуть не тоже относится ко второму случаю раздельного написания не с прилагательными. Неразлучные друзья. Здесь слово употребляется без не, но мы можем подобрать к нему синоним. Не является приставкой и, конечно же, пишется слитно. Очень небольшая поляна тоже пишется слитно, потому что слова очень не было в нашем списке раздельного написания не с прилагательными. Итак, как мы поступим для того, чтобы правильно написать не с прилагательными? Во-первых, нам нужно доказать, что это слово прилагательное, конечно же. А во втором случае надо посмотреть, употребляется ли данное слово без не. Если оно не употребляется без не, то оно, конечно, пишется слитно. Если оно употребляется без не, то в этом случае надо посмотреть, есть ли противопоставление с союзом а. Если у нас есть противопоставление с союзом а, то прилагательное с не будет писаться раздельно. А вот если у нас нет противопоставления с союзом а, то прилагательное пишется слитно. Далее нам надо узнать, есть ли перед прилагательным слова далеко не, вовсе не, отнюд не, ничуть не, нисколько не. Если их нет, то прилагательное с не пишется слитно. И в этом случае нам нужно проверить, попробовать заменить прилагательное с не синонимом без не. Но если перед прилагательным есть слова далеко не, вовсе не, отнюд не, ничуть не и нисколько не, то в этом случае не с прилагательным пишется раздельно, так как оно входит в состав этих частиц. Выполним упражнение. Нам нужно разделить две колонки, прилагательные с не, слитно и раздельно. Недобрый взгляд. Как вы думаете, ребята, куда мы запишем прилагательное недобрый? Конечно, в первую колонку прилагательное недобрый будет писаться слитно, так как здесь нет противопоставления с союзом А и нет частиц. Недобрый взгляд пишется слитно. А как мы напишем прилагательное небольшая заминка? Конечно, тоже слитно. Небольшая, то есть маленькая. Ненавистный враг. Мы тоже пишем слитно, потому что это слово не употребляется без не. Далеко небольшое расстояние. Мы сразу видим, что у нас здесь есть далеко не. Не, следовательно, не будет писаться раздельно. Он вовсе неплохой человек. Такая же ситуация. Вовсе не с прилагательным пишется раздельно. Ничуть не расстроен. В случае с ничуть не пишется раздельно. Недорогие, а дешевые продукты. У нас есть противопоставление с союзом А. Следовательно, не здесь будет писаться раздельно. Непрерывный шум. Нет никаких условий для написания не раздельно. Не является приставкой и пишется слитно. Неряшливый вид. Слово неряшливый не употребляется без не. Следовательно, пишется слитно. Итак, вам нужно запомнить следующее. Что правило написания не с прилагательными касалось только качественных прилагательных. Потому что, как мы знаем, только качественные прилагательные могут употребляться с приставкой не. Не всегда пишется раздельно с относительными и притяжательными прилагательными. Мы можем сказать, например, не деревянный стол, но мы напишем в этом случае нераздельно. Так как деревянный – это относительное прилагательное. А с относительным прилагательным не пишется раздельное. Или возьмем притяжательное прилагательное, например, мамин стол. Если мы скажем это не мамин стол, то не мы опять напишем раздельно, так как мамин это не качественное, а притяжательное прилагательное. Не с краткими прилагательными, у которых нет полной формы и которые выступают только в роли сказуемого. Например, не готов, не должен, не рад, не обязан, не согласен, не способен всегда пишется раздельно. И с прилагательными в сравнительной степени. Не умнее, не светлее, не хуже и так далее. Всегда пишется раздельно, а если пишется раздельно, то не является частицей. Исправим ошибки. Вовсе невежливый мальчик. Ребята, правильно ли написано слово невежливый? Я думаю, вы уже поняли, что нет, конечно, потому что прилагательное имеет при себе частицу вовсе не. Ничуть не глубокая яма у нас есть. Ничуть, следовательно, не с прилагательными пишется раздельно. Это не деревянный стол. Это тот случай, который я только что вам объяснила. Слово деревянный – это относительное прилагательное. Следовательно, не с относительным прилагательным всегда пишется раздельно. Небольшая, но сладкая ягода. Ребята, на первый взгляд нам кажется, что здесь не должно быть написано раздельно. Но мы видим, что у нас здесь нет противопоставления, так как большая и сладкая – это не антонимы. А еще у нас здесь противительный союз «но» вместо «а», поэтому здесь нужно писать слитно. Неинтересная история. У нас слово «неинтересное» не имеет противопоставления с союзом «а», не имеет при себе частиц «вовсе не», «далеко не», «отнюдь не» и так далее. Следовательно, пишется слитно. Проверим наши прилагательные. Вовсе невежливый – пишется раздельно. Ничуть не глубокая яма – раздельно. Ни деревянный – относительное прилагательное – раздельно. Небольшая, но сладкая ягода. Как мы уже сказали, здесь нет противопоставления с союзом «а», и это не антонимы, поэтому «не» с прилагательным пишется слитно. Неинтересная история. Ребята, слово «неинтересное» не имеет противопоставления с союзом «а», и его можно заменить, например, синонимом «неинтересная, а скучная история». Следовательно, не пишется слитно. Итак, ребята, мы с вами познакомились с написанием «не» с прилагательными. В первую очередь мы должны знать, что «не» употребляется в качестве приставки только с качественными прилагательными. И в этом случае «не» может писаться и слитно, и раздельно. «Слитно» не пишется в том случае, если прилагательное без «не» не употребляется. А еще, если прилагательное с «не», можно заменить синонимом без «не». Раздельно пишутся прилагательные, при которых есть противопоставление с союзом «а», или перед прилагательным стоят слова «далеко не», «вовсе не», «ничуть не», «отнюдь не» и так далее. Я предлагаю вам поработать с материалом учебника, поближе познакомиться с написанием «не» с прилагательными, а также выполнить некоторые задания. Например, задание 505, которое охватывает написание «не» с различными частями речи, с существительными, с прилагательными и с глаголами. Спасибо за внимание, до новых встреч! Здравствуйте, ребята! Сегодня мы будем с вами проходить взаимное расположение прямой и окружности. Как могут располагаться относительно друг друга прямая и окружность? Давайте рассмотрим. Существует три случая взаимного расположения прямой и окружности. Первый случай. Окружность не пересекается с прямой. И, наконец-то, третий случай. Прямая пересекает окружность. Первый случай. Окружность не пересекается с прямой. Как вы видите по рисунке, прямая окружность могут не иметь общих точек. В этом случае прямая расположена в стороне от окружности. Тогда говорят, что прямая не пересекает окружность. Например, прямые А, В, С не пересекают окружность. Второй случай. Окружность имеет с прямой общую точку. То есть, по рисунку видно, что прямая и окружность имеют одну общую точку. А, которая является точкой касания прямой. А окружности. Первый рисунок. Длина отрезка, образованного центром окружности, и точкой касания А равна радиусу. То есть, ОА равен чему? Радиусу. Правильно. Прямая А является касательной прямой окружности. Отрезок ОА перпендикулярия касательной А в точке касания А. Давайте решим задачу. Вычистите диаметр окружности радиусом 5 сантиметров и 3 сантиметра 5 миллиметров. Сначала мы рисуем окружность. И в окружности мы отмечаем радиус и диаметр. Радиус равен 5 сантиметру. Так как мы знаем, что диаметр всегда в два раза больше, чем радиусом, можем записать. D равно 2 умноженный на R. Из-за того, что у нас радиус равен 5 сантиметру, будет 2 умноженный на 5 равно 10 сантиметру. R, если равен 3 сантиметра 5 миллиметров, мы должны сначала вырезать в миллиметрах. А из-за того, что в одном сантиметре 10 миллиметров, будет 35 миллиметров. А если найти диаметр, так как уже мы сказали, диаметр равен 2 умноженный на R, то получаем D равно 2 умноженный на 35 равно 70 миллиметров. Вторая задача. Начертите окружность радиусом 2 сантиметра. И проведите какой-нибудь диаметр. Из концов диаметра проведите прямые, имеющие с окружностью по одной общей точке. Что вы можете сказать о взаимном расположении этих прямых? То есть мы говорим, что если радиус равен 2 сантиметрам, то диаметр окружности будет в два раза больше. R, если равен 2, то диаметр будет 4 сантиметра. И можем сказать, что прямые, приведенные из концов диаметра, да, все верно, параллельные. Третий случай. Прямая пересекает окружность. В этом случае у прямой и окружности есть две общие точки. М и Н. Некоторая часть прямой находится внутри окружности. Рисунок 1. Отрезок, соединяющий две точки окружности, называется... Все, правильно, хордой. МН будет хордой. Рисунок 1. Хорда, которая проходит через центр, называется диаметром. То есть диаметр – это самая большая хорда. И так как мы знаем, диаметр равен 2, умноженный чему? На правильный радиус. Третье. Если хорды АВ и МН пересекаются в точке К, то можем записать АК, умноженный на БК, равно МК, умноженный на НК. Рисунок 2. Задача номер 2. Используя свойства хорд, имеем что? АМ, если равно 9, МБ, если 12, СМ, если 8, то мы должны найти ДМ. Как мы найдем? АМ, умноженный на МБ, равно СМ, умноженный на МД. 9, умноженный на 12, равно 8, умноженный на МД. Так как мы знаем, что 9, умноженный на 12, получается 96, мы можем определить ДМ. ДМ равно 96, деленный на 9. Ответ получается. В виде смешанное число. ДМ равно 10,2. Третья задача. Точка пересечения двух прямых находится внутри окружности. Точка О, центр окружности. Покажите А-вариант. ОК, умноженный О-П, равно ОА, умноженный на О-П. Так как уже мы знаем, что по правиле сказали, свойство ХОРД будет. Конечно же, ОК умноженный О-П равно, ОА умноженный на О-П. Вариант В. Найдите ДН, если БН равно 4, АН равно 8,2 дециметров, а СН равно 8 дециметров. И как мы будем определять? Поправили. Пишем, что ДН умноженный на СН равно АН умноженный на БН. Из-за того, что точка Н это точки пересечения двух прямых А, Б и С, Д. Находим ДН. ДН умноженный на 8 равно 8,2 умноженный на 4. ДН умноженный на 8 равно 32. целых восемь десятых. ДН равно 32,8 делим ясно на 8, то получаем ДН. ДН равно 4,1 дециметров. Домашнее задание. Страница 134 номер 2,4,5. И страница 135 номер 4,5. Спасибо вам за ваше внимание. Здравствуйте, мои дорогие шестиклассники. Тема сегодняшнего урока у нас с вами очень интересная. Взаимодействие, воздействие, соприкосновение. Вот я вам здесь поставила картинку. Наверное, вы все читали, надеюсь, что вы читали, а может быть, даже и смотрели, такую добрую сказку про репку. Ну, смысл там, конечно, не относится к физике, но некоторые проявления относятся к той теме, которую мы сегодня будем с вами проходить. Во-первых, мы помним, что дедушка посадил репку, которую не смог своими силами вытащить. На помощь позвал бабушку, бабушка – внучку, внучка – жучку и так далее. После определенного воздействия им все-таки всем семействам удалось вытащить эту репку из земли. Как вы думаете, ребятки, что произошло в этот момент? При помощи чего произошло вот это, как бы вот, возможность их поднять, вытащить репку из земли? Я думаю, что все-таки воздействие. Воздействие физическое. Давайте подумаем, что же означает слово «действие». То есть приводится какое-то движение. Я думаю, что все-таки слово «действие» вы понимаете. На предыдущих параграфах мы с вами проходили определенные взаимодействия. Давайте посмотрим, что же такое взаимодействие. Раз говорится слово «взаимо», значит, что-то происходит взаимно. Взаимодействия бывают механические, тепловые, световые. То есть тела друг на друга действуют. Например, свет воздействует на окружающую природу, тепло воздействует как на тела, на окружающую природу и так далее. Вот когда тела друг на друга действуют, это называется взаимодействие. Взаимодействие бывает двух типов. Близкодействие и дальнодействие. Что это такое, я вам сейчас объясню на простых и легких примерах. Вот у меня здесь на столе тележка. Две тележки. Они между собой соединены резиночкой. Посмотрите, пожалуйста. Я тяну одну тележку. Из-за того, что она соединена со второй тележкой, происходит взаимодействие. Вследствие этого взаимодействия обе тележки совершают механическое движение. Если я увеличу массу этих тележек, то движение будет более медленным. Это тоже разновидность взаимодействия. Теперь посмотрите. Взаимодействие бывает в жидких, твердых, газообразных телах. Каждое взаимодействие происходит по-своему. Например, если я возьму воду. Простая вода, чистая вода. В пластиковом стаканчике. И долью туда определенный раствор. Давайте посмотрим, что произойдет. Окрашенный раствор. Происходит взаимодействие между моим раствором и водой. То есть проникновение. Мы знаем, что другими словами взаимодействие мы называем диффузией. Но в данном случае взаимодействие мы взяли в жидкостях. В твердых телах взаимодействие происходит более ускоренно, чем в жидких. Значит, смотрите, ребятки. У меня здесь на столе стоит прибор. Называется динамометр. Динамометр в дальнейшем мы с вами узнаем. Это прибор для измерения силы. Обратите внимание, я воздействую на его шкалу. Посмотрите, как у меня двигается стрелка. Я что произвела? Я произвела близко действие. Непосредственно воздействие на какое-то тело я привожу в движение, в данном случае, стрелку данного динамометра. Это называется близко действие. То, что здесь происходило у нас с тележками, это называется дальнодействие. То есть они непосредственно друг с другом не соприкасаются. Они находятся на определенном расстоянии. Как вы думаете, в природе где еще может происходить вот такое явление воздействия? В природе возникновение ветра. Обратите внимание, ветер воздействует на деревья, когда у нас сильный ветер, крона деревьев колышется. Ветер воздействует на все предметы, которые находятся над поверхностью земли. И еще какие могут быть у нас смешивания потоков воды. То есть когда у нас теплый поток воды и холодный, тоже происходят определенные воронки и водовороты. В таком случае давайте посмотрим, что же произойдет, если я какой-то момент разделю. Вот что произошло между взаимодействующими телами. То есть одно тело воздействует на другое, либо приводит его в движение, либо заставляет его останавливаться. Мы же с вами, когда играем в подвижные игры, вернее, все вы играете, это то будет футбол, баскетбол, теннис и так далее. Мы обращаем внимание, что мы меняем направление мяча или перекидываем его нашему партнеру. Например, такая веселая игра, которую часто дети используют на Новрусбайрам, перетягивание каната. То есть воздействие происходит. Значит, давайте запишем, я как бы вам продиктую, я буду медленно, как говорится, диктовать, вы запишите, что воздействие – это действие одного тела на другое, которое приводит к изменению его скорости, если речь идет о твердом теле, изменение его температуры – тоже воздействие, тепловое воздействие, световое воздействие, если речь идет о воздействии светового потока и так далее. В природе большое количество взаимодействий между телами. Так вот, ребятки, я хочу, чтобы вы написали небольшое эссе по поводу взаимодействия. Какие виды взаимодействия вы вообще можете описать своими словами, которые происходили с вами, или происходят в природе, или связаны с какими-то природными явлениями. Например, взаимодействие между водой и землей, образование водопадов, образование горных скоростных рек. Что там происходит? Там происходит следующее, что между источником воды и гравитационным полем Земли, на следующем уроке я вам объясню, что такое гравитационное поле Земли, происходит взаимодействие, в данном случае притяжение. Вот такого рода физическое явление возьмите, пожалуйста, и опишите его своими словами. На дом, если возможно, пожалуйста, выучите. Возьмите, пожалуйста, ваш учебник. Страница 74. Я запишу на доске. Название параграфа «Взаимодействие, воздействие, прикосновение». Это близкое действие, я вам уже объяснила его. Параграф 18. Задание у вас тоже здесь написано «Написать небольшое эссе». Но здесь говорится о той сказке, которую я вам привела в пример. А я бы хотела, рекомендовала вам написать эссе из природных явлений, которые вы наблюдали и конкретно можете описать и сказать, что вот это и есть взаимодействие, прикосновение. Так, ребятки, давайте запишем задание домашнее. Я вам уже сказала, что надо будет вам эссе написать. А название параграфа и страницу я сейчас вам напишу на доске. Значит, параграф у вас 18, страница 78. Пожалуйста, вот это прочесть и желательно написать эссе. До свидания, ребятки, увидимся еще. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова